Здравствуйте! Меня зовут Самойленка Наталья и вы на канале Репейник. Нам снова удалось выбраться из Репейника и мы снова отправились в гости. Как раз к еще одному члену закрытого клуба открытых садов. Мы обязательно поговорим с хозяйкой и я предлагаю погулять, совершить еще одну прогулку по совершенно уже другому саду. Саду с большой историей. Я немножко волнуюсь, потому что участок находится в Ольгина. Это традиционно были всегда дачи. Сначала это были дачи в дореволюционный период, потом это были дачи в советский период. Эта история сохранилась. Если вы обратили внимание на заставку, то там видна наша питерская кукурузина, газпромовская башня. Это тоже очень интересно, как современность сочетается с таким старым, спокойным бытом и уютом. Может быть, это не самая замечательная съемка. Обычно, когда мы снимаем сады, мы берем оператора, мы долго монтируем, делаем кучу фотографий. С другой стороны, мне кажется, что так будет немножко честнее. И так сад будет больше похож. Вы сможете его увидеть моими глазами. Ну и в конце концов, мы колхозники. И как настоящие колхозники, у нас нет редакторов, нет режиссеров. У нас есть помощник, который иногда монтирует сложные ролики, но основную массу сам себе режиссер. Поэтому мы снимаем на телефон. Я думаю, что от этого сюжет будет только правдивее и уютнее. Пойдемте погулять. Ах, да! Ах, да! Мы сюжет построим следующим образом. Я пройдусь по участку со своими комментариями. Мы поговорим немножко с хозяйкой. А потом я молча пройдусь по участку и наложу свою музыку. Когда-то... Сейчас скажу. 12 лет назад это музыкальная композиция. Это группа Garden Secret. Случайно мне попалась. Она меня настолько зацепила, что я, наверное, в течение месяца крутила ее нон-стопом. 24 часа в сутки. И случайно под нее зашла в один из садов. И вот с тех пор мое мировоззрение поменялось кардинально. Я по-другому стала смотреть на сады. Я по-другому стала относиться к растениям. Я, в принципе, на многие вещи стала смотреть по-другому. И эту музыку вы слышали в ролике, который вышел позавчера. Вчера или позавчера. И под нее же мы с вами сделаем прогулку. Может быть, и у вас что-то где-то ебнет. Вот теперь пошли. Ну, давайте попробуем зайти. Когда зашли на участок, Катюша первая, что сказала, вау, какой дом. Дом действительно оказался памятником истории. Но нас с вами интересует не это. Нас с вами интересует сад. И то впечатление. И те истории, которые он может нам рассказать. Потому что всегда очень сложно что-либо вписать в уже какой-то исторический массив. Всегда проще убрать. Гораздо сложнее реставрировать. А здесь получается, что была реставрация и дома, и сада. Всегда очень сложно и всегда очень волнительно. И взрослые сады рассказывают интересные истории. Вот, если обратите внимание, вон там вот туя, а над ней сосна кедровая. Я сейчас подойду поближе. Очень интересно, как с одной стороны кедровая сосна убегает. А мы с вами помним, что с возрастом кедровые сосны становятся все более и более светолюбивые. Ну и у них получаются инструменты. Они чем старше, тем быстрее растут. Но и она убегает от туи. И тую начали сдерживать, чтобы совсем кедр не облысел. С другой стороны, обратите внимание, она при этом пытается к ней быть поближе. Такие очень интересные взаимоотношения растений. Нет, я понимаю, что можно сказать. Потому что, возможно, там делалась когда-то, строилась дорога, и с той стороны подрубили корни, или оттуда ветра. Ветра не оттуда, конечно, но вполне возможно. Но так скучно жить, если рассказывать именно такие истории. Ну и здесь прям прям очень интересные взаимоотношения. Коллекция хост. Ну, может быть, не самая богатая, но сад не претендует, еще раз повторюсь, на коллекционную историю. Ну, это своего рода своего рода ощущение именно классических классических дач, которые были, может быть, 100-150 лет назад. И я прям представляю, как когда-то, очень давно, здесь ходили люди в френчах, возможно, молодые офицеры. Здесь был смех. Здесь я прямо вижу барышень в белых платьях с кружевными зонтиками. И на каждом шагу здесь разыгрывалась наверняка какая-то своя история. Понятно, что тогда здесь не было можжевельников. И, возможно, не было сада, где был бы крылатый бересклет. Но, но тем не менее. Посмотрите. так как реставрация дома не закончилась, а вот следы от черешковой гортензии. Видно, что еще какое-то время назад она здесь была хозяйка. И вот она, следы от веранды. И я представляю, как сердце разрывалось кровью, когда ее здесь обрезали. Хозяйка говорит, что Лианны больше на дом не пустят. Но вот здесь я очень сильно сомневаюсь. в борьбе Лиана и человека всегда побеждают Лиана. Вот обратите внимание, я вот сейчас пойду по этой дорожке, какая красивая картина отправляется, открывается. Я вначале решила, что это яблоня хозяйка дома, хозяйка участка, и она здесь заправляет. Да, ее подрезают, чтобы она не была совсем гигантской и как-то ну, может быть, проще было собирать в том числе и яблоки. И это такой кусочек небольшой регулярности, но оказалось, что не она хозяйка. И вот я вынуждена извиниться перед желучкой. Никогда не любила айогу, никогда не любила желучку, но вот этот сорт мало того, что он здесь отлично смотрится, а во-вторых, он здесь на месте. И кажется, желтая спирея на этом участке была полностью реабилитирована. посмотрите, контраст темно-темно-зеленая живучка и светлая, сочная за счет того, что не совсем яркое солнце, не такая огненно-желтая. спирея golden princess, оп, извини, но и она смотрится слегка салатовый, но краски получились отличные. Мне очень нравится эта картинка. Вот это на самом деле Катюшина любимое растение, мальва. Правда, каждый раз, когда она говорит, я посажу мальву, меня немножко это пугает, я подскакиваю, но наверное она права. И может быть кусочек в русском саду мальвой был бы тоже неплох, потому что настроение просто отличное. сейчас заходим в фактически сакральную интимную территорию, на сакральную интимную территорию это зона огорода. Вот здесь когда-то было еще одно здание, которое пришло в негодность и восстановлению не подлежало. Вот этот вот камень, он именно остаток фундамента был достан из фундамента, а вот остальные достать не удалось. И фактически этот огородик разбит на старом-старом фундаменте. Кусто голубики. И мне очень понравилось решение, смотрите, под голубикой вербенник манечатый. Отличное сочетание, очень классное. Мне очень нравится. Всегда очень сложно и внести какие-то новые современные элементы и сохранить дух участка, который был. Но мне кажется, что здесь все получилось. каждый раз, когда попадаешь на старые взрослые участки, участки с историей, немножко страшно, потому что перед тобой ответственность. Я не самый замечательный оператор и, может быть, не самый замечательный оратор. и всегда чувствую о том, что в какой-то момент от меня зависит, как люди будут воспринимать тот или иной сад. А я могу ошибиться. Могу ошибиться с ощущениями, с впечатлениями. Посмотрите, самый обычный флокс. Самый обычный флокс метельчатый или леник. И какое классное у нас с вами сочетание. Мы сейчас делаем кружок. Я покажу еще несколько интересных вещей. И я не буду делать фотографии этого участка. Я просто молча по нему пройдусь и наложу музыку. Вот ту музыку, с которой я с которой либо в голове или в реале слушая, я захожу обычно в сады. Актинидия. Актинидия многобрачная. Ну, одновременно и мальчик и девочка. Это однодомное растение. Ее иногда продают как коломикту. Но коломикта это совершенно другая история. Давно в посадках, вернее никогда у нас в посадках не видела многобрачную. Это Дальний Восток. Ну, в принципе какие коломикта. Ну, очень редко продается. Здесь прямо-таки повезло. Так, давайте, давайте идем дальше. И тоже, смотрите, с каждым шагом картинка меняется. Открывается что-то новое. Кажется, какой-то новый вид. И вот он кусочек регулярного сада, и вот он пейзажный. И вот совершенно начало 20 века, где проскакивают кусочки Советского Союза. Это уже ленинградские дачи. То есть, по ощущениям, это три или четыре поколения. Москва, Ленинград. Ленинград. Да, это просто реликвия. О, и я себя вижу. И туи даже здесь не бесит. И вроде бы вот они, обычные плодовые кусты и плодовые деревья, но стоило туда немного добавить цветов. Пускай самых простеньких лелейников и смотрятся совершенно по-другому. На заднем плане флокс. Видите, и картинка совершенно воспринимается по-другому. Это уже красивая история. И вот эти вот какие-то оставленные элементы. О, это кажется крышкой граммофона. Ну, мне так кажется, может быть, я ошибаюсь. труба граммофона. Вот вроде бы ничего сложного. Два пасконника. Рудбекия, тысячелистник, пальма-листная сока. Но все вместе это уже маленький шедевр. Ну, и как Ольгина без облепихи? Ну, как? Я бы сказала, что это не был бы участок Ольгина. Те, кто не с Ленинградской области, наверное, не знают. такой визитной карточкой участка недалеко от Финского залива всегда была облепиха. Вот только по ней можно было сказать, где находится сам по себе участок. Это вопрос для знатоков. Ну, а сейчас мы подойдем к хозяину дуба, хозяину участка. Во всяком случае, его я именно так определила. Я сомневалась между яблоней и дубом, но сейчас объясню, почему. Мы знаем, что при желании дуб может быть очень негостеприимным, что его листва может выделять определенные ингибиторы, которые будут тормозить рост семян, и не только семян, но и пророст других растений. Таким образом, он освобождает место для своего потомства при желании. А может быть очень гостеприимным хозяином, к примеру, как вот на этом участке. Посмотрите, здесь много дубов, это тоже такая особенность Ольгина. Под ним сидит орешник, лещина, вон там где-то сидит калина, опять же бересклет, крылатый, компактус. Ну, сныть вообще кажется здесь на месте просто, просто идеально. И обратите внимание, насколько чистые везде листья. Здесь нету следов вредителей, нету следов болезней. И я вам скажу, почему. Потому что по каждому поводу здесь не хватается за опрыскиватель. Здесь находится место всем. Немножко жучкам, немножко паучкам, немножко гусеницам, немножко грибам и даже сорнякам. И сорняки здесь на месте. Мы с вами как-то говорили о том, что уход за участком во многом связан в том числе от выбранного стиля. Вот здесь это совершенно другая история. Я надеюсь, что хозяева все-таки запустят лианы в дом. Вот, и он будет утопать в зелени, как еще совсем недавно. И здесь поднимется черешковая гортензия, а вот там поднимется амурский виноград, с другой стороны актинидия многорядная. И это будет действительно такой маленький кусочек прошлого. Такой некий ретро участок. И попав сюда, вам будет казаться, что вы перенеслись в далекие-далекие времена на машине времени. Последний кусочек, который хотелось... нет, не последний, предпоследний. Здесь сухая тень. Сухая тень. И здесь отличная копытня, раджерси, папоротников, примули. Бадан великолепно себя чувствует. Это просто на заметочку, кто мучается, что в сухой теневой участок ему посадить. Ну и последнее, наверное, чем хотелось бы закончить. Я просто молча пройдусь по участку, потому что волнения мне немного не удержать. Это вот это вот Туя. Это памятник борьбы за жизнь. Здесь менялся уровень грунтовых вод, не потому что что-то делали на участке, потому что в принципе в поселке меняются и очень большие застройки. Это самая обычная видовая Туя, посаженная когда-то очень давно. Подозреваю лет наверное 70 назад. И видите, она сильно наклонена. Наклонена она и по той простой причине, что у нее слева скорее всего отмерла корневая система, что автоматом привело к гибели одного из стволов. Видите, он был срезан. Но девчонка очень хочет жить. Смотрите, здесь по цвету будут очень сильно отличаться. вот они пошли как дополнительные корни, чтобы схватиться, чтобы удержаться. То есть ветки, которые взяли на себя функцию, в том числе и таких стволовых корней. И здесь, я думаю, что мало кто замечал, но вот здесь большое количество воздушных корней. Наверное, здесь бывает сыра. не видно. Здесь чудесная паутинка. Давайте я не буду вас мучить, а молча еще раз сделаю кружок по участку, а потом бы хотелось послушать ваши комментарии и ваши ощущения. Ну и мы обязательно с вами дадим слово хозяйке. Вернее, сначала дадим дома хозяйке, а потом сделаем молчаливую прогулку по саду. Вот на этом месте должен был быть наш разговор и диалог с хозяйкой сада Мариной. Так уж получилось, что первая часть диалога, к сожалению, звук очень тихий и вытянуть мне его не удалось. Но я дам краткое содержание. А дальше начнется, соответственно, диалог с Мариной. Усадьбу, которую вы только что видели, это усадьба Лобанова. Был такой очень интересный человек, был он садовником летнего сада, ну, наверное, сейчас называется красиво хранитель летнего сада в период Великой Отечественной войны, и в свое время он приложил максимум усилий, чтобы в летнем саду не встали зенитки. Человек, которого в свое время посадили советская власть на 10 лет, и он не озлобился. Человек, когда во время блокады не ходил транспорт, с Ольгина шел до летнего сада по льду, чтобы что-то сделать в своем любимом парке. И у него была потрясающая дача, у него был потрясающий парк, и была, по словам хозяйки, очень интересная теплица, куда приходили пионеры. Он брал детей с Ольгинской школы и рассказывал, и показывал, и прививал к ним любовь и с удовольствием. Вообще, на самом деле, Ольгина весь такой поселок с очень интересной историей. Я думаю, мы не будем переснимать этот кусочек, а у вас просто будет повод приехать в этот сад и увидеть все своими глазами, увидеть остатки этого дома, увидеть, как спустя, да, почти уже сто с лишним лет этот сад получил второй шанс. ну и кусочек там, где звук нас с вами не подвел. Ну а потом, как обещала, прогулка под музыку. У меня есть еще несколько вопросов, один из которых на участке есть какое-то особенное растение, дерево, кустарник, многолетник для вас? Что-то такое, что можно было сказать, ну вот вокруг этого растения, да, там, строится весь сад, или если бы этого растения не было, я бы не купила участок. Интересный вопрос, у меня много любимых растений, я даже какой-то свой топ составила, вот те растения, которые просто звезды, но какого-то главного растения, одного, такого, вокруг которого крутится вся история в саду, нет, потому что для меня сад это пространство целиком, и в нем набор отдельных пространств, которые для каких-то целей, со своей эстетикой, со своими задачами. Ну, то есть вы сад воспринимаете как единый организм? Да, это вот некое пространство, в котором всему место есть. Он очень интересно сделан, но у вас очень много зон, он своего рода как бы зонирован, то есть участок, вот что по Марининому саду можно ходить долго, при желании можно быстро пробежаться, можно как бы долго, что по-вашему, каждые два шага делаешь, и через каждые два шага открывается совершенно другая картинка, это специально было сделано, или это уже изначально была зона, а вы просто ее поддерживали? Ну, начнем с того, что здесь есть перепад высоты, когда вода еще не ушла далеко, грунтовая, то вот эта вот часть, ну, более южная, она была очень сыром, то есть автоматически получалось, что на одной территории разные условия, и, соответственно, это принималось во внимание, когда я что-то делала, пыталась, но, в принципе, мне важно было, чтобы вот эти все пространства как кубики, они, каждый стоял на своем месте, и, например, вот есть лужайка солнечная, где можно там загорать, можно устроить там пикник, можно просто как бы вот эту вот гладь зелени такой на контрасте с вертикалями цветников, деревьев, ну, вот такое приятная для глаза комфортная картинка, есть под дубами тенистая площадка, большая, на которой обычно у нас там футбол, спорт, дети гурьбой носятся, и можно совершенно не переживать по поводу там что-то выкак-то или что-то задели, иначе не туда, все там туда, и полная свобода. Есть, естественно, зона огорода, которая отгорожена была по одной простой причине, у нас была собака, немецкий овчар черный, который раньше нас успевал выдернуть морковку, срумкать и разбросать везде ботву, вот, и когда я поняла, что я тоже хочу урожая в семью, мы решили, что надо отгородить, чтобы можно было изолировано. Вот, заодно образовался микроклимат такой вот, стенка от ту, с северной стороны, ну, в общем, вот тут свои задачи. Входная часть у нас с северной стороны, поэтому я сажаю там белое растение, джорин элегантисимо, опять-таки, из репейника фантомы, на которые я рассчитываю на большие шашки, которые подсвечивают, когда заканчиваются белые ночи, наступают черные, вот там вот история про то, что белым подсвечивается очень красиво входная зона. А гостей много? На участке? Бывают. Бывают гости? То есть большие компании? Бывают. Я просто почему подбираюсь, потому что вот у меня есть нерешенный такой вопрос, для себя я его пока не могу решить, он заключается в том, то есть мне понятно, почему вы с Мариной объединились, да, и почему вы пытаетесь объединить людей вокруг себя. Мне эта история абсолютно понятна. Гораздо приятнее сидеть за чашечкой кофе с людьми, у кого есть сад, у кого общие интересы, да, и не только там через виртуальную сеть, но и вот такое вот живое общение. Вот эта история мне понятна. Такой некий как бы клуб владельцев садов, которые там обсуждают какие-то свои вопросы, совместно что-то решают, но то, что меня вот очень сильно как раз удивило, когда вы пришли изначально с идеей, со словами о том, что мы готовы свои сады открыть для пары. насмотра. И вот с того самого разговора эта мысль мне не даёт покоя, потому что я понимаю, что сад это продолжение дома. Это для многих является очень такой интимной составляющей, да, и впустить в сад это, ну, в общем-то, всё равно, что, ну, распахнуть душу. Поэтому вот у меня не страшно? мне не страшно, потому что мне интересно, когда, когда я вижу сад глазами других людей. Это всегда очень неожиданно и очень, я бы сказала, прям, очень увлекательно. Во-первых, во-вторых, когда приходят люди извлечённые, почему мы хотим собрать именно владельцев садов, свалить, потому что тогда происходит взаимобзмен таким-то творчеством, энергии, и то, чего ты не придумаешь сам иногда из вот такой вот разговоров и вот такое движение, да, это очень расширяет кругозор собственных компаний, что-то является бурлит новая идея. Мне просто кажется, что в последнее время, вот последние тенденции нескольких лет, раньше она шла на открытости, а сейчас такое ощущение, что наоборот все пытаются как-то закрыться, закрыть максимально двери, вставни никого не пускать, хотя на самом деле это очень классная идея и тот же самый репейник, да, мы задумывали, ну, на целом мне, в принципе, и понять. Вот, удивительно, что просто не у нас одних такой-то и послал, поэтому очень интересно, что и того к этому подвело. Давайте делаем следующее. Значит, я напомню, что 9, 10 и 11 августа в репейнике пройдет очередной и последний в таком формате фестиваль. Вот, со следующего года у репейника начинается новая жизнь. Вот, все будет совершенно по-другому. И мы вам расскажем на фестивале, и можно будет представителей закрытого общества открытых садов в репейнике найти. Потому что я знаю, что девушки такие не одни, и в общем у большого количества людей есть такая некая потребность поделиться и рассказать. Потому что, ну, каждый сад это отдельная история. И это очень круто, и это очень здорово. И чем мы можем, тем обязательно всем поможем. Их мы выделим место, вот, и с ними можно будет поговорить, с ними можно поговорить, и возможно, я очень надеюсь, что это будет такая уже постоянная рубрика, когда мы будем ездить и смотреть, большее количество будет появляться садов, а самое главное в разное время года. Потому что, вот, я очень хочу Маринин сад увидеть осенью. Вот у меня вот, просто вот такая фига-сидея посмотреть на нее осенью, и сравнить свое впечатление, вот как я его представляю. А ваш сад я хочу очень увидеть весной. Он не осенний, он такой весенний. Осенью может быть, мне кажется, он даже немножко грустный. И в 8-м месяц я приглашаю вас с удовольствием. С удовольствием, потому что один и тот же сад в разное время года это совершенно разная картинка, это совершенно разная... и это здорово, что такие общества появляются. И, во-первых, спасибо за приглашение, вот, и я надеюсь, что мы не последний раз цепляйтесь, увидимся. До встречи на фестивале. Обязательно найдите девушек, и я думаю, что это вылется в какой-то мега-громбилотный проект. Я вот просто уверена. Спасибо, Наташа, за хорошие слова. Спасибо, что приехали. Спасибо, что пригласили. Да, увидимся. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok